Сопровождала их собака, я тебе могу даже дать. Тарита могу найти легко. Она помылится. Благеславен Господь. Ныне присно и воите веков. Аминь, Господи. Милый, Господи, помилуй, Господи. Слава Тебе, Боже мой, Слава Тебе. Благодарим Тебя, Господи, за сегодняшний день. За то, что мы будем скоро праздновать рождение Твое, Господи. Хотя это звучит нелепо. Мы всегда желаем помнить о Тебе, Господи, нашему Творце и о Твом великом подвиге, который Ты совершил для нас. Отдав себя в руки палачей и мучителей для нашего спасения. Для спасения этих же палачей. Благодарим Тебя, Господи, что мы, будучи грешниками, беспримерными, теперь садилы на Тобой святыми, верными Тебе. Садилы на нас учениками Твоими. Будь нашим Отцом до конца дней наших, чтобы мы никогда не могли Тебя подвести. Без славы за все Отец и на Святой Дух. Аминь. Напомним себе, будем вспоминать то событие, которое совершилось, когда Господь первый раз явился в мир, восчеловечился через пресноводил Марию. Первое свое происшествие. Сейчас я адрес скажу. Игорь, какой у тебя адрес? Восточная 99. Восточная 99. Матросово. Да, Матросово, Восточная. Здесь второй лент. Да, вы видите, там Ниссан Сирена серая стоит. Это через сколько примерно будет? А, вы езжи. А, ну понял, понял. Я минут через 20-30. Хорошо. Микроавтобус Сирена серая. Вчера я это, не то, что сказать, вляпался, а просто мы вчера трапезничали у Дежды Василием с Валерием. Что-то у нас тема была, что про пчелы или про мед, что ли. Я вспомнил, что где-то кто-то, когда-то я слышал, что... По-моему, супруга мне говорила, что при конце света первыми, кто будет исчезать, это пчелы. Он мне сразу сказал, где прочитал? Я говорю, не знаю, где-то кто-то сказал что-то или что-то, я не помню. По-моему, супруга. Ну и все, пришел домой и задался с этим вопросом. Так, найти информацию, откуда я это знаю? Откуда вообще, может быть, это плохая информация, но по-моему, не знаю. Гляди, вот книга Тавит, пятая глава. А, это вопрос о собаке, да? Да, о собаке. 17-й стих. Может ли она заходить? И, гляди, и сказал ему отец, иди с этим человеком, живущий же на небесах. Бог, да, благоустроит путь ваш. И ангел его, да, сопутствует вам. И отправились оба, и собака, и юноша, и с ними. А этот второй был, как раз ангел, брат Азария, говорит. А это был ангел Господень, который его сопровождал в пути. И собака с ними шла. То есть, надо полагать, что у нас все время с ними и была, о ней был разговор. О котах там три раза упоминается. И один раз очень интересно упоминается, что кошки лазят даже по идолам. То есть, в капищах идольских кошки лазят по идолам. То есть, они ни за что их чтут. И поэтому люди должны понять, что раз по идолам они вот так лазят, то что это за боги? Что по ним кошки, даже кошки могут лазить. Вот так. Но не знаю, как это влияет на что. Собака сам ангелом шла, кошки лазят по идолам. Ну вот так, а собаки не чистые. Хотя они сейчас ученые установили, что единственная связь в животном мире, в низшем мире, с человеком на уровне любви. На уровне любви. Это у собаки с человеком. То есть, между хозяином и собакой устанавливается любовь. Понимаешь? Это на уровне химических реакций обратили внимание. Да, вы же там все время считали, что собака друг человека. Ну да, как бы. Ну, можно чувствовать, я считаю, без собаки это не так, да? Собака друг человека, вот это все, видишь, сейчас влияет на то состояние, которое у нас в обществе. А, что сейчас происходит? Допустим, вот, да, у меня жена ездит по заграницам, и она рассказывает. Это у нас, как бы, интересует. Нас интересует этот вопрос, потому что у нас есть такой брат, как Сергей Павлович Пупков, который, в общем-то, за то, чтобы собак вообще искоренять поголовно. А у них этот вопрос решили. Сергей Пупков за то, что искоренять собак. Да. Потому что они кусаются, там, и так далее. Бродяй. Бродячих, да. Бродячих собак, да, там, как-то с улиц убирать их, и так далее. Но тут же все зависит даже и не от этого, а от географических объемов. Таких объемов, как у нас, мы просто нигде нету. Вот у нас одни собаки. В большинстве случаев уже не сами виноваты, что собак. Конечно, люди виноваты. Взял, поиграл, бросил. Так оно и есть. Размужаются уже сами по себе. Такие, да, они потом дальше. Показывают Москву, но если брать так, ну, Москву пока. Ну, Москва, там, населенная местность необыкновенная, там, 12 с лишним миллионов, уже скоро 14 будет, она расширяется, территория Москвы. И показывают окраины Москвы, и показывают иностранный документальный фильм про бродячих собак. Как в Москве, какие-то... И все вот такие. И они объясняют, почему они вот такие все здоровые. И они там живут, там, где всякие, знаете, склады там. И там везде пути железнодорожные. Слушай, склады огромные, туда, поезда заходят, и везде все снегом завалено. И он идет, вот глядите, они меня увидели. И они раз, и там вожак, у них все. И он начинает объяснять поведение, как у волков. Вот у них точно такое же поведение, как у волков. Только они, они же, да, лидер, все. Только они охотятся не на оленей и так далее, а на помойке. У них свои территории есть. Они туда подбегают, там едят, короче, все это. Ну, до такой степени страшно. Собака-то менее боится человека, тем был. Ну, конечно, да. Вот это вы нахи сняли. Но они так не живут близко к собаке, допустим. Собака может между... Они его на расстоянии держат. Он говорит, но они, как не дейте, они на меня не кидаются. Прямо на их территории все. И они там, зубы скалят, вот эти свои клыки, все на него. Он раз, я пошел, там вот так, обходит их, они четверо раз, посмотрели, хоп, отошли. То есть, если ты не кидаешь, я ничего не делаю. Они говорят, боишься. То есть, если ты испугался, они чувствуют твой страх. А если ты, как бы, вот у меня дед рассказывал, он охотник был. То есть, если вот идем, например, кучей, там 5-6 человек, кто-то, если боится, и они пытаются, даже кто-то нападает, даже вот из волков, листов, они чувствуют вот этого человека. Они более его хотят, первого цепануть. Вот. Потому что, не знаю, что-то может, какой-то выделяется, что-то, что-то, не знаю. Ну, жорти. Сама суть от этого, что человек, когда... Ну, Сергей Павлович так и говорит, что я над тобой хозяин, и что я буду тебя бояться? Он такой кидается везде, и так далее. Но это все... Бесстрашие у него проявляется во всем остальном. Он был покусан. Ну, у меня несколько другое, другое видение. Для того, чтобы ты показал себя верховным водителем этих животных, ты должен тогда и быть как Адам. Попробуй теперь дальше. А так на них там орать там или еще что-нибудь. Я всяко к собакам относился. Как стал верующим, я их не гоняю. В общем, в ответе за того, кого... Раньше я гонял палками там все. Лупил там их с камнями долбил. А теперь мне не просто их жалко стало, я теперь понял, что я ответственный за этих всех. Ну, интересно за такого, вообще. Даже их приручили, селекционировали их же. Была бы, что простая собака, вот эта серая, там не черная. А мы же вывели ту породу. Так и с голубями тоже. Поэтому, вот откуда это пошло, вот места Писания есть, и ангелы не против собак, и Господь не против собак. Но ничего, что относится к псам не должно находиться в храме Господнем. Ни деньги за шкуру псовую или там за мясо, ни ты не должен платить. А люди это уже привели к тому, что их дом не должна собака нахать. Ну да, люди уже отсюда взяли, что там, оттойно старобрядцы, вот у них это... Потому что она уже должна исполнять свою охранную деятельность на улице, да? понятия не имея. Ну да, на улице их можно. Но если много же сейчас и в видовок их превращают, допустим, вот люди сейчас больше к собакам прилипляются, чем к людям, допустим, ну не люди там враги все, а собаки не вода. И тоже вот это путаница, да, получается? Да, это страшная путаница, получается. И наоборот, как бы должен людей... И вся эта путаница от того, что мы не исполняем 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих, что имейте общение, кровь Иисуса Христа очищает вас тогда от всякого греха, когда вы имеете общение друг с другом. У нас нет общения друг с другом. Если бы были общительны друг с другом, у нас везде, в каждом районе были бы общины христианские. Ну то, что Сергей Павлович постоянно нам вот это вот путает, когда в государстве начинаем говорить, у него в голове мешается что-то, я не пойму. И он начинает говорить о словах апостола Павла, как будто он обращается к государям. Он обращается к верующим людям, к общинам верующих людей, а не к самому государству обращается. Не может государство и правитель быть христианином. Это нонсенс просто. Нонсенс это значит невозможность. Это противоречие. Есть такие... государство состоит состоит же из людей. Из этих же людей рождаются правители. Так и. Поэтому, что в людях-то заложено. Вот как мы вчера допустим строили общину горку, да? Общение плюс труд. Все перетрут. И мы общаемся, да? И вот это вот оно нормальная тема-то, что когда в общине работаешь, трудишься и общаешься. И здесь же вот как раз у тебя и происходит общение. может же в любой вопрос пройти. Дело все в том, что там в общении должна участвовать церковь, понимаешь? Не просто там какие-то общения, труд одновременно. Не, ну у нас общение это же по теме Библии, допустим, писание, так ли? Вопросы. Дело же это, видишь, литургия, название литургия происходит от греческого слова «общее дело». Общее дело. Общее дело у них было строительство кораблей. Очень важное дело было. Они строили корабли, корабли защищали и берега, это самое главное, потому что это морское государство было. И поэтому, вот поэтому греки взяли нам и отдали это слово для церкви, литургия, хотя оно неправильное слово. Общее дело. Какое там это общее дело? Общее дело молитвы. Общее дело. То есть все собрались на молитву, здесь священники, епископы, то есть есть все. И вот общие, общие помолились Господу как бы. Но другого не придумали слово, поэтому пользуемся литургией. Хотя она первым изначально, так же как и церковь изначально, оно не принадлежит христианству. Церковь это вообще рынок, сборище людей. Все собирались что-то купить, продать и так далее, там общались они. Поэтому назвали церковь. Если ты в Греции скажешь церковь, тебя не поймут, надо добавлять, какая церковь. А у нас сказали церковь, все поняли, что к чему. Храм, значит ты в храм идешь, да. А у нас слово церковь перевернуло слово в храм, потому что изначально это не было наше. У нас почему-то свое. Община, когда мы только, община у нас тут становилась, слово община нельзя было произносить. Почему? Ну потому что если община, значит и сектор. Конечно. есть такое, но не так уже. Не так уже. Община это собрание? Нет. Собрание. Не собрание. Община это собрание это церковь. Собрание людей. А община это отдельно взятые люди в каком-то районе, которые собираются вместе для того, чтобы ну да, как семья, будем говорить. Семья, Христова семья в данной местности где-то. Ну там далеко было, там собирались. Община у нас никогда не было. Вот Неплюев Николай Николаевич. Ну вот улик. С той семьей стоит улика. Вот одна из них община. Сейчас у меня живет там, да? Человек семья. Что у них там есть? Старшие. Ну здесь у нас нашу общину тут как бы немножко не сравнишь с этим, потому что улики они все-таки в одном в этом лице. Ну они вот Неплюев Николай Николаевич. Вот создатель, единственный создатель единственной общины у нас в стране. В стране? Да. Ну как бы простой человек, но он не совсем простой, он был по нашим меркам миллионер. Но он свои деньги посвятил на создание именно общины. Причем с нуля. Какой год? 1890 там конец 90-х и умер он в 1908 году и община после него просуществовала до 21-го года потом ее коммунисты разогнали. Естественно. Вот Николай Николаевич вот тут фотографии его тут вот общинники здесь ну ее надо начитывать эту книгу я так предполагаю. Но я не потянул, я одну начитал, но я не потянул. Он слишком громадный для меня. Он до такой степени грамотный. Просто невероятно гораздо слишком грамотный. Да. ну тут я там кучу ошибок надел когда читал мне Надежда Васильевна говорит невозможно слушать я это старался как бы но грамотежка не тянет но мы не те и не эти да как вот например снимался фильм там про 160 летие выпустили в 2014 году а 160 лет да вот гляди Николай Николаевич Неплюев 1851 1908 год наследник древнего аристократического рода как может показаться не вошел в историческую память России но несомненно является одной из ключевых фигур ее духовной истории задумавшись о призвании русского помещика он смог создать в своем имении сначала школу для крестьянских детей затем крестовоздвиженское трудовое братство в которое вошли выпускники этой школы уникальная воспитательно-образовательная система Николая Николаевича Неплюева позволила крестьянским ребятишкам так и написано ребятишкам преобразиться в обладающих подлинным человеческим достоинством личностей и глубоко верующих христиан а братство с большой буквы явило пример христианского единства людей вне зависимости от их сословных имущественных и иных различий то 160-летий неплюево культурно-воспитательский центр преображения совместно со Святофиларетовским православно-христианским институтом и музеем трудовое братство Николая Николаевича Неплюева была организована выставка посвященная его просветительской и благотворительной деятельности вот так и здесь значит история этого Школы, рождение педагогики Неплюева Крестовоздвиженское трудовое братство Судьба братства в советский период И епископ Макарий Апутский Который курировал братство И село Воздвиженское В котором и явилось чудо российское Вот это братство Это община была Братство это община настоящая Оно интересное конечно было Я обдумывал тоже об этом Вот тут прям люди Фотографии людей, живых людей Ну это же мало Вот как сейчас у нас допустим Говорят вы там Вы фотографируетесь там и так далее А вот интересно сейчас фотографии посмотреть Вот фотографии А вот гляди на фотографии На фотографии здесь надписи есть Вот читаешь надписи Вот кто это Вот опять еще раз Вот видишь еще фотографии Люди здесь Как они Бороды есть Гляди С бородами Тут с усами Тут бородка небольшая У людей тоже Это за молодежь Ну тут молодежь Так они с молодых ногтей все эти были Вот Вот оно Видишь как выглядит В сапогах Между прочим они там многие сапогах ходили Да Ну тогда это было Асфальта не было Пыль была такая Что мама не горела Грязь, лошади Все это Голяшки Сапоги были Не кирзовы Не кирзовые Отступления перед епископом Метрополитом А там Громит По слову Божьему Еще как Ну он все это видел А здесь люди И тут у них У них были такие же точно вопросы Были отступления От общины Были отступления От того что там старший Кто будет И так далее То есть его пытались убрать Спорили Да У братья Как вот у нас тут было С Сашей Гмухой Который Игнать Игнать Игнатьевич Хотел всех протеснить И вообще свою общину создать Хотел быть лидером Мол про это Откуда с Абакана Он С Барнаулы Не Где-то сейчас он там В Абакане Да нет Да нет Что он здесь А почему Ну Таня Гмуха Его жена Почему Он согласит Что он там Который это Он в церкви работает Да сейчас Нигде он не работает Почему Он такой царец Может про этого А как он там Который там против Когда лидер Значит Антон Как он там Антонов Я не понял Да это Че Это Он был в 91-м Крещен С самого начала Общины Становления Он был Практически С самого начала В 92-м Он крестился В 91-м Он пришел Еще в юноше Там лет 17 Наверное было А Костя Вот вчера Костя приходил В Дмуха Это брат его Младший А это Который с Андреем Смотрел Этот Ну че они там Смотрели Я не знаю Снегоход Да пускай Ничего Хотя делают Ну вот он Че Я не знаю Ну это Революционер Да Такой Замаранный Революционер То есть хотел Перемолить Все на себя Да Хотел сделать Общему Для Че Говорят эти Старики И так далее Ко мне пришел Говорят Че Эти Старики Я говорю И кто И кто Будет Руководителем Это общий Ну как Кто Это все Начал Тот И будет Что Староста Тот И будет Я говорю Ну то есть Ты Такой Варьязный Шустрый Мужичишка И все Не знаю Где истина А если На кто Будет Говорить Не знаю Тогда Тех Честно Слушаю Просто Вот так Все равно Люди Приходят Уходят И вот так Ситуация Поменяется И Что Дает Нам Люди Берите Батарик Потрезайте Дорожник Успевайте Да Ну да Я Вот там Нашел Эти Записи С Нет Не МП3 А Кассетные Еще Там Столько Интересного Всего И у него Жаб Не пропал Так вот Тогда он Горел Сейчас Он Еще Больше Горит Игнать Начина Ну Конечно Здесь Сам Что-то Раз Загорешься Загорешься Охол Все Потухаешь А Смотришь Человек Что 93 Что 80 Что 70 Что Какой Там 40 Может Какой Там 70 Все Время Человек Горит Отдает Себя Полностью Живет С Богом Ну Так Поэтому Люди Идут За Ним Надо Ити За Христом Конечно Ну Получается Так Что Так Человек Вначале Христа Не Видит А Слышит Такие Живые Слова Христовые Это Сила Господня В нем В человеке Сила Господня И Господь Ему Дает Дал Такой Талант Так Проповедовать Так Убеждать О Деятельности Христа Людей Здесь На земле Что Люди Идут Но Они Идут За Человеком В конечном Итоге Поэтому Очень много Отпадших Они Сначала Прям Идут Как только Начинают Влюбленного Везде Прям Ходить Подражать И так Далее Жди Падения Потому Что Ты Не в корень Посмотрел На этого Человека Этот Человек И ты Должен В корень Посмотреть Не на Какой Он Сейчас Что Тебе Дано От Христа Ты Должен Христа Увидеть За этим Человеком А люди Часто Не видят Этого И Получается Как Идол Для них Этот Человек Они Проклинать Начинают Врать На него Начинают Хотя На него Видят Свет Что Это Он И Вот Это Гуру Вот Почему Гуру Остается Гуру Он Себя Благотворит А Игнатик 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 Вы Задавайте Вопросы А то В конце В конце Занятий 30 минут Отвечать на вопросы Игнатик Все его любят И никто Вопросы Не задает Ну Задайте вопрос Прочитайте В книге Вопросы Задайте Если сами Бестолковые Это в этом плане А этого Нету И все Он говорит Ну что там Молчание Что никого Нету Ну никого Нету Ну да Или там Почитай Там еще Немножко Осталось Все Все сидят Все любят Все любят Все слушают И в то же время Вот Сейчас мы Про Игнатик Ну как Про Игнатик Нету Не про него Совсем Про Игнатик Может он Не тикану В общем Про Игнатик Идет Богоносец Священный Игнатий Конвоем Солдат Окружен Родные В печали Печальные Братья Толпа Из детишек И жен И все Понимают Что он Невиновен Оболган С отрапами Зла Площадно Приветствую Духом Спокоен На нем Не повисла Хула Я жажду И спить Сметоносную Чашу Бог Бог Моем Сердце Живет Пусть Звери Зубами Все тело Распашут Страдания Мне Слаще Чем Мед Живу Ожидания Последние Минуты Иисусу Любовь Покажу Мой Дух Свергнет Свергнет Тело Не брать Не брать Восемь В тюрьме В отношениях немногих сколько раскрыто здесь?